Большую пресс-конференцию президента Владимира Путина в прямом эфире посмотрели в этом году 7 миллионов россиян. Об этом говорят данные исследовательской компании «Медиаскоп». Главным вопросом мероприятия предсказуемо оказались выборы 2018. Глава государства официально заявил о своем выдвижении на предстоящие выборы президента. Однако не от партии «Единая Россия», как это было раньше, а в качестве самовыдвиженца. Это будет самовыдвижение. Но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, как бы они ни были организованы в стране, в партии, в общественные организации, которые разделяют, мой взгляд, на развитие страны и доверяют мне. Спросили Владимира Владимировича и о конкурентах на предстоящих выборах. Журналисты поинтересовались, почему за 20 лет правления в стране так и не появилось сильного кандидата от оппозиции. Я думаю на тему о том, что у нас политическая среда тоже, так же, как и экономическая, должна быть конкурентной. И, конечно, очень бы хотел, хочу и буду к этому стремиться, чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле. Среди тысячи журналистов в зале находилась и потенциальный конкурент Путина Ксения Собчак. Вопрос кандидата в президенты касался недопуска оппозиции к участию в политической борьбе. Я вижу сейчас сама, как сложно открывать штабы, как не разрешают размещать наши сферы в городах, агитировать, как невозможно снять зал, потому что в последний момент, когда мы вписываем имя, тут же ломается кондиционер или люди отказываются по какой-то выдуманной причине нас выпускать. В ответ Владимир Путин отметил, что оппозиция должна идти к людям с позитивной программой действий, не ограничиваться лишь критикой в адрес власти, а предлагать решения, направленные на улучшение жизни граждан. Люди-то, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день, и правы, что они недовольны, потому что можно было бы лучше результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, так называемые, особенно не системные, возникают большие сомнения. Вот в этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентно способной оппозицией. Нужно предложить реальную, неэфемерную, некрикливую повестку дня. Однако, несмотря на претензии молодого политика, в нашем областном центре штаб кандидатов в президенты все же открыли. Дарья Сударева, Константин Никитин, Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова